А перед началом данного ролика я хотел бы вам посоветовать канал King Gaming. Парень снимает обзоры про Clash of Clans, а также про новую игру Clash Royale. У него уже есть на канале видео по инструкции установки этой игры на Android. Переходите, подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Но мы переходим к видео. Привет, дорогие друзья! В первую очередь хотел бы вам сказать большое спасибо за первые 1к на моем канале. Я надеюсь, это не предел и канал будет дальше развиваться чуть-чуть быстрее. Ну и сегодня я хотел бы провести очередную фан-атаку Валькириями. Это будет что-то наподобие прошлого выпуска фан-атака ведьмами, только в этот раз будет юнит Валькирия. Я также этим юнитом мало играл, в армии ее не использовал. Использовал несколько раз, но трех еще не умею брать. Но скоро, думаю, научусь. Ну и сегодня я хотел бы провести полностью атаку Валькириями. Они у меня также еще первый левел и проверить их в деле. Значит, сварил я вот такую вот армию. Так, 27 Валькирий моих, 3 в Клан Касле. То есть всего будет у меня 30 Валькирий в атаке. На остаток я взял 2 бомбера, в Клан Касле там тоже закинули что-то. Взял 2 хосты и рейдж и 3 хила взял. Ну и естественно будут герои. Можно было бы, конечно, еще взять немного другой состав спеллов. Например, 4 хила, либо 3 хила, 1 джамп, либо что-то с землетрясками. Ну не знаю, хочу попробовать с рейджем, посмотрим, что с этого получится. Ну и еще 2 хосты, думаю, там вообще будет песня. Так, ну теперь осталось подобрать какую-то базу и провести атаку. Так, значит, я не знаю, что насчет базы. Наверное, буду подбирать какую-то восьмерку для начала, либо среднюю девятку. Не хочу там 10-9 тх брать с забором прокаченным. Если бы они у меня еще были 4 левел Валькирии, тогда бы да, другой разговор. Ну а так, с моим-то прокачкой армии лучше нападать на какие-то еще средние базы. Ну и, конечно же, желательно найти что-то с ресурсами и заброшенную базу, это очень важно. Ну, либо убедиться в том, что нету кланкастла. Потому что если будет в кланкастле находиться, не знаю, какой-то воздушный юнит, то Валькириями я, естественно, его не убью и атака будет вообще лузовая. Так, вот десяточка, в принципе, не такая уж и сложная. По-моему, инферно нету. Много дефа за забором, ресурсы есть. Блин, я не знаю. Можно бы... Блин, был бы джамп, здесь просто 10-й левел забора. Не, не, подыщу еще что-нибудь другое. Надо что-то и с ресурсами, и что-то такое середнячковое, чтобы забор не сильно был вкачан. Так, ладно, пока нажму на паузу, как найду что-то, я включу. И долго искать мне не пришлось. Попалась вот такая вот девятка мне. Такой слабый средний забор. Есть ресурсы более-менее. Ну, в общем, буду пробовать. Так, значит, одно сомнение у меня в кланкастле. Не знаю, надеюсь, там ничего не будет. Значит, буду заходить вот с этой стороны на 6 часов. Выпущу сейчас пару валькирий, чтобы так более-менее расчистить, чтобы они там не побежали вокруг. Здесь как раз в каждую, с любой стороны базы есть вход. То есть, наверное, там место для трамплинов, для ловушек всяких. Ну, надеюсь, они туда забегут. Да, да, был трамплин, по-моему, я не увидел. Все, все мои валькирии зашли практически все в одно место. Сейчас мне будет их очень легко хилом придерживать. Так, вот здесь вот, наверное, положу хил. Рэдж где-то я брошу ближе к середине. Можно пока хосту. Блин, хосту криво кинул. Пошли не туда, куда я хотел. Но ничего. Так, скоро доберутся к дарку. Тоже вот здесь можно хосту. Да и что ж такое, опять вышли у меня с области моего этого спела. Блин, как-то со спеллами у меня неудачно все получается. Хорошая база в том плане, что все компактно, все рядом. Потому что у валькирий дамаг идет сразу по нескольким зданиям. Они не один таргет бьют. Они сразу наносят дамаг по нескольким зданиям. Вот. Так, что-то у меня они сильно разделились. Большая часть у меня за забором. И опять у меня валькирии вышли с моего радиуса спела. Блин, ну вообще прям все спеллы у меня были неудачно кинуты. Я не знаю. Планировал, что они зайдут в середину, не знаю. Они в основном, по-моему, агрятся на героев. И у них там увеличен урон по этим героям. Но я не вижу, где они находятся, эти герои. По-моему, они... Да, вот, вижу король, королева. Они в начале были, да. Там пару валькирий мне было, да, в центре. Убили ДХ. Блин, не знаю. Добью я эту базу или не добью. Как-то у меня здесь вообще не очень. Они так по кругу идут, зайдут в одну ячейку, убьют. Определенный деф выйдут с базы опять. Там что-то разнесут, опять зайдут. Не идут так четко в середину, чтобы проносить всю базу. Ну, вроде бы еще у меня остались несколько валькирий. Я думаю, что здесь Тесла. Да, еще у меня получилось взять эту базу на три звезды. Да. Не очень, конечно, было по плану, как я хотел. Но все равно атака завершилась трехой. Со спеллами у меня было не очень удачно. Но все же, три звезды я взял. Ну, в общем, вот такая у меня получилась атака. Я обязательно этот юнит буду использовать дальше на КВ. Ну, естественно, не фул армией валькириями. Я ее буду с големами мешать. С там, с хогами, с этими, с шарами. Да, также я скоро проведу фан-атаку, возможно, лавами и шарами. Я вот шарики уже качаю до шестого левела. Ну, и вот в скором хочу провести либо фул лавами, либо лавы и шары атаку. Ну, и на этом все, ребята. Если понравилась фан-фан-атака, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал. Ну, и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok